Доброе утро, друзья! Мы наконец-то полноценно дома. Настюха, поздоровайся. Привет! Она у нас вчера... Что ты здесь с дипломом делала? Рассказывай. Я защитила диплом. Диплом уже защитила? Нет, я не защитила главной защиты на пятерку. Так что вот, она молодец, поздравьте. Диплом не загораем, скоро она сдастся и у нас не будет ограничений почти. Вот. У нашки болит голова. Головка пониженная температура. Я за это решил ей прописать люлей в UFC, по-быстренькому. Знаете что? Говори. Говори. Попрючено? Да. Я спала с тебя, спала, ему скучно стало, он не разбудил. Дал этот пульт, говорит, на, играй со мной. Ты что, меня уже бьешь? Я еще и не буду. Настя, ты привыкла, то, что нужно постоянно в этом Mortal Kombat все кнопки тыкать, по-другому нажимается подряд, а здесь так не прокатывая. Слушай, держишься долго ведь? О! О! Да, стой, дай подохнуть там. Подохнуть. Ты с другой у меня, ну... О-о-о! Давай, давай. Блин, если я тебя проиграю, то будет безо вообще. Я такая крутая и все, и шикер. И все шикерные. А так-то, а? Я просто начинаю держаться до конца. Смотрите, как она меня убрала. Дальше, какой красавчик. Вот эта футболка, которую нам подарил Пашка. Да? Да. Не идет? Да. Стильно? Стильно, модно, молодежно. Паша просто... Ты себя закрывает? Не, не надо. Зачем тебе нормально? Не, она прикольно смотрит. Все еще прям... Спасибо, Пашка. А у нас, короче, еще по на улице, и мы это... Идем, рассказывай. Мы идем в магазин. Мы идем в магазин, потому что мы хотим купить яблок и сделать соц свежевыжатый. Сейчас поедем в магазин, потом там еще кое-куда, еще кое, а потом у меня клиентка. Вот такой день. А еще у меня пониженная температура, и так сильно болит голова, я сейчас просто... Когда я буду уже здоровая? Почему ты не болеешь? Спасибо. То есть ты хочешь, чтобы я забыла? Нет, я не хочу, любимый. Ну, я не хочу. Ясно все. Нет. Погода опять просто дичайшее дерьмо. Какашечка моя любимая. От погоды просто зависит, я думаю, практически все. Настроение человека, чем он будет заниматься целый день. Потому что в дождик он явно гулять не пойдет. И не будет так весел и рад. А если плохая погода, вот у меня даже сейчас голова болит из-за погоды. Погода решает. Вот кто самый главный в мире этой погоды. Такой или такой? Киви ты же хотел, я вот такие попробую. Попробуем, да? Сделанная такая... Ну, какая-то бодяга, слушай. Бодяга, бодяга. Чувствую вода водой, да? Да, вообще. Не надо. Скажите, кто-то пил коржемельку. Если напишите, что хорошо, мы в следующий раз возьмем. Это добрый шилот. У меня сестра попила, а потом в туалет целый день ходила. Ну, вкусно. Я попробовала. Яички. Настя любит яйца. Это я знаю по себе. Так. Что? Что? Опять же яички. Кушминки и кушминчики. Мы купили мохито. Классический. Каждый день. Ну, каждый день. Ты прямо сейчас. Настюха, давай. Мы всегда пробуем всякую фигню, которая дешманская. И надеюсь, мы никогда не умрем для этого. Давай. Я так не кричу, но давай. Пахнет мохито. Слушай, походу нормальная. И я себе купил шампунь на козе, в молоке. Я вам говорю, Паш, похоже чем-то, да? Да, чем-то. Не, реально похоже. Смотрите. Отойди чуть-чуть на свет. Посмотрите. Ну, смотри. Прямо одно лицо. Серьезно. Только уши у нее длиннее. А так ты вообще кошечка моя. Кошечка. Кошечка. Любовь. Короче, по самом деле он просто стоит 600 миллилитров 40 рублей. Он молодого? Только из-за этого. Потому что я люблю дешевый шампунь, который просто истратил, а не шел. И из-за которого волосы упадают. Нет, нормально. Нормально. Итак, друзья, мы бы хотели с вами познакомиться на самом-то деле сейчас. Очень классно, когда автор выходит на новый уровень общения со своим зрителем, когда он полностью открыт, когда он на 100% откровенен с ним. Мы хотим рассказать вам о нас. Нас зовут Паша и Настя. Нам по... По 22 года. Мне 24, а нам по 22. Мы любим друг друга, как вы вроде знаете. И мы живем в городе Перми. И из банального что еще? Из банального я учусь, заканчиваю учебу на пиарщика. Когда Паша учился? Я отучился уже на инженера-технолога. Естественно, я не работаю. А теперь поехали. Да, теперь на самом деле. Мы занимаемся YouTube. Мы занимались основным каналом. Насколько вы знаете, Паша и Настя, на котором сейчас почти 400 тысяч подписчиков. Мы каждый день вставали в погоню за хайпом. Знаете, мы такие, типа, вот нужны идеи максимально дребезжащие, максимально кликабельные, чтобы народ приходил, тыкал, неважно кто, важно сколько народа. Возможно, бы вас, конечно, не было сейчас, но тем не менее, тот канал мы приостановили, насколько вы понимаете. И сделали мы это, потому что аудитория, к сожалению, с каждым днем там тупела. То есть с каждым днем к нам привлекались только все более и более тупые зрители. Но они все, они все. Нет, естественно, не все. Я просто говорю к тому, что когда ты создаешь тег с каким-то секс-намеком или же там тупейшего рода челлендж, на который не приходит зритель старше 12 лет. Возможно, вы молоды, да, безусловно, и смотрите нас. Это нормально. Просто сейчас здесь мы агрегатируем именно аудиторию, которая является более-менее думающая, которая является интересной, которая может дать нам какую-то отдачу. Это очень важно. И поэтому мы сейчас занимаемся именно этим каналом и получаем намного больше удовольствия, на самом деле, чем там просто от лайков, от количества просмотров и так далее. В общем, здесь мы хотим достигать именно целей, каждый день вставать, каждый день мотивировать себя, мотивировать вас, показывать это вам. Поэтому мы и завели этот влог каждый день, видя людей, которые нас узнают. Мы видим, что нас узнают только хорошие, добрые люди, которые нам нравятся, которые, блин, хорошие люди правда узнают. Очень добрые. Поэтому нам нравится то, что мы сейчас делаем. И все же, кто мы такие? Мы пара, которая не любит алкоголь, не любит там какие-то тусовки, не любит понты и вот такого рода жизнь. Мы пара, которая ценит в людях добро и вообще ценит людей. Во многом даже я смотрю YouTube не потому, что вот смотрю какого-то автора, не потому, что он делает крутой контент. Потому что он популярный там, да, какой-то. Да, и говорит он популярный. Я смотрю людей, потому что они являются хорошими людьми, которые добры, честны. И вот именно таких людей я люблю. Поэтому здесь мы сейчас опять же рассказываем вам все честно и всю правду по поводу нас. В данный момент мы живем в городе, на самом деле, в котором мы, возможно, не хотим жить. Точнее невозможно, мы уже решили, что это так. И в планах у нас на лето, по крайней мере. Поменять город, либо страну, может быть, было бы это идеально, но это не так просто поменять страну, потому что нас никто там не ждет, нас никто там не любит и мы там, в принципе, не нужны те люди, у которых нет денег. Но мы понимаем, что, возможно, страна, в которой мы сейчас живем, она не является нашей страной. Потому что, по крайней мере, на данный момент, как она выглядит, именно ее менталитет, ее, возможно, правительство и все, что приближено к нему, оно не наше. Оно не является нашим идеалом и нам это не нравится. Но именно сейчас, летом, мы хотим попробовать поехать на юг России, посмотреть, как будет там. Может быть, будем уже где-то там. Я думаю, что вряд ли, конечно, нам понравится жить именно в России и все-таки оставаться там. Даже если мы перейдем на юг России, не обязательно, что это все изменится. Но я думаю, что стоит попробовать. И самое главное, наверное, это если мы попробуем, тогда уже поймем. А если... Сто процентов, да, мы поймем. А нравится? А стоит ли? И вообще, может быть, нам понравится, реально, и там жить, и будет все хорошо дальше. Блин, можно реально жить деньгами в России. Только как их зарабатывать честным трудом, мы по многому не понимаем, мы думали об этом, и, к сожалению, в любом случае ты обманываешь, либо же кидаешь, а это не наши, не наши доски от на жизнь. Безусловно, можно здесь зарабатывать честным трудом, но мы не знаем, как. Мы думали, и даже вот перепродажа товара и скидая кого-то там интересным является в любом случае перепродажа, ты в любом случае, грубо говоря, обманываешь, перепродавая какой-то абсолютно бессмысленный товар во многом, во многом плохой товар, просто перепродавая, накручивая себе цену. Мы хотим создавать что-то свое, что-то именно индивидуальное, наверное, да, больше? Да, и вот то, что мы сейчас, допустим, делаем, мы создаем контент, за который вам не нужно платить, за который нам не стыдно. Вот такие вот мы есть, но если есть у вас, правда, идеи какие-то по поводу бизнеса, вы всегда можете написать нам, вы всегда вам ответили. Ой, в общем, главное сейчас для нас, это, раз уж мы открылись в виде этого вас отдачи, вы можете написать, думайте, ли вы так же, либо можете воспрепятствовать нам. В общем, пишите, мы обязательно читаем сейчас почти все комментарии. Спасибо, что вы нас выслушали, мы рады, потому что вы были с нами, всем вам счастья, здоровья, любви, приятного дня и пока. Пока-пока. До скорых встреч.